Дарья Сергеевна Буслович, аспиранту третьего года обучения кафедры всеобщей истории Высшей школы социально-гуманитарных наук и Международной коммуникации Северного федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова из Архангельска. Сообщение носит название... Ага, замечательно. Спасибо за комментарий. Научное освоение арктических территорий СССР через призму художественного кинематографа периода Холодной войны. Дарья Сергеевна. Добрый день, уважаемые слушатели конференции. Слышны ли меня? Очень хорошо. Начинайте, пожалуйста. Да, спасибо. Сразу хочу отметить, что этот доклад является частью моего исследования по сравнению кинематографа на арктическую тематику советского и американского периода Холодной войны. И в сегодняшнем своем докладе я расскажу именно о представлении научных разработок в арктическом советском кинематографе. Можно, пожалуйста, второй слайд. И первое, о чем я хочу сказать, это об общих тенденциях, которые были характерны для советского художественного кинематографа в вопросе научного именно освоения Арктики. Первое, что мы можем отметить, это тему невоенного подвига, то есть для советского кинематографа периода Холодной войны характерно развитие тематики подвига советского человека вне условиях войны, да, то есть после такой глобальной Великой Отечественной войны многие сферы деятельности, в том числе научная деятельность, рассматривались именно как подвиг. И Арктика для этого стала значительным таким плацдармом, то есть любая разработка ученых, любое освоение Арктики, естественно, представлялась в художественном кинематографе как подвиг. Второе, это тесная связь науки и практики, которая вообще в целом характерна для советского подхода к научной деятельности, то есть в советском кинематографе любой исследователь Арктики, это в первую очередь практик, и любые научные изыскания арктические должны быть применены на практике. Следующее, это идея красного флага на полюсах, естественно, распространение вот этой советской культуры, советского освоения от полюса до полюса и заполнение еще последних вот не заполненных на земле территорий и именно советской культурой. В художественном кинематографе мы можем видеть разные тематики. Это тематики открытия именно Арктики, ее первых шагов людей по этим северным территориям, и тематики освоения, то есть уже советская современность на тот момент, как происходило развитие, и, естественно, футуристические прогнозы о развитии Арктических территорий. Также хотелось бы отметить характерную для периода Холодной войны милитаризацию науки в определенной степени и милитаризацию Арктики в определенной степени. Эти черты мы можем заметить и в советском художественном арктическом кино, то есть некие стратегические установки для научных исследований все же отмечаются. Особым пунктом я вынесла внимание к транспортной сети, потому что это всегда важный вопрос для арктических территорий. Без системы транспорта, без системы связи невозможно никакое дальнейшее освоение Арктики и в кинематографе эта тема также активно транслируется. В целом, можно сказать, что для советского художественного кинематографа освоение Арктики именно в научном плане – это вот такое единство науки, техники и человека. Следующий слайд, пожалуйста. И первое, о чем хотелось бы сказать в этом плане – это фильмы именно об открытии Севера, о первых его исследователях. И это достаточно большой пласт фильмов исследованного периода, которые назывались чаще всего по именам исследователей, то есть такие личностно ориентированные картины, которые затрагивали зачастую значительные биографические факты, значительные периоды жизни этих исследователей. Это и Георгий Седов, и Семен Дежнев, и Челюстинцы, и Беринг, и Тузберинг. То есть фильмы такой героической направленности, героико-ориентированные фильмы, которые как раз говорили о подвиге этих исследователей, такие патриотически ориентированные, естественно, фильмы. Особенно хотелось бы отдельно сказать о фильме «Переход товарища Чикалова через Северный полюс». Это фильм 1990 года, и он представляет собой некую пародию на советские фильмы 30-х годов. Он выполнен в черно-белом варианте. И так как фильм 1990 года, здесь уже меняется ракурс представления, и фильм скорее даже критикует и в чем-то высмеивает вот эти героические штампы советского кино. И можно сказать, что он выполнен в таком специально упрощенном варианте, что еще усиливает как бы его шаблонность и критику вот этого вот героического представления освоения Арктики в советском кинематографе. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о дальнейшем освоении Арктики, то в советском художественном кинематографе это демонстрируется многими вариантами и визуальными. И герои зачастую напрямую говорят о том, как развивается Арктика за период советской власти. Чаще всего от лица героев ведется сравнение того, какой была Арктика при ее освоении, не о том, что исследователи даже не мечтали свободно вот так передвигаться по территории Арктики, как это есть сейчас в действительности. Подчеркивается, что теперь есть арктический вот именно транспортный путь, добываются полезные ископаемые, есть станции для связи, и, естественно, герои дают задел на прогнозы на будущее, о том, что скоро в Арктике люди будут жить так же свободно, как и на всех остальных советских территориях. На слайде как раз представлены цитаты из диалогов персонажей советских фильмов. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы говорим о стратегической значимости Арктики, которая, естественно, подчеркивается в большинстве советских кинофильмов, то здесь, конечно, особая роль отводится ученым техническим специальностям, технических специальностей. Это и различные ученые сферы связей, то есть связь в Арктике имела всегда особую роль, и в фильмах это всегда подчеркивается. И строительство, создание различных средств передвижения по арктическим территориям, нововведение в плане средств передвижения по арктическим территориям, и, естественно, здесь нельзя не упомянуть также и советские фильмы о Великой Отечественной войне в Арктике, которые как бы связывают военное прошлое Арктики и советскую современность. Следующий слайд, пожалуйста. Также необходимо сказать о транспортной сети отдельно, и здесь мы можем сказать о том, что советские фильмы активно демонстрируют трудности, с которыми сталкивается советская власть при освоении Арктики, какие проблемы даются современной советской науке для того, чтобы каким-либо образом передвигаться по вот этим арктическим льдам, в вечной мерзлоте, тут же появляется и тема взаимодействия с коренными малыми народами с севера. И здесь же хочется упомянуть отдельно о научно-популярных картинках, связанных с созданием атомных ледоколов, применением этих технологий для перемещения по Арктике. Это фильмы «Атомные ледоколы Ленина и к вершине планеты», которые рассказывают о том, каким образом создавались атомные ледоколы и какое значение они имеют в современном научном и техническом мире, и как они изменили не только советский научный прогресс, но и вообще мировой, и что это станет новым словом в освоении Арктики. Следующий слайд, пожалуйста. В связи с вопросом о как раз транспортной сети, в Советском Союзе выдвигались различные идеи о том, как можно устроить эту транспортную сеть в вечной мерзлоте и выдвигались теории в числе прочих уничтожения льдов Арктики посредством точно направленных атомных взрывов. Здесь вы видите кадр из диафильма 1967 года. И в связи с такими прогнозами мы можем говорить также о различных идеях, о том, как будет выглядеть Арктика в будущем посредством применения вот этих идей советских ученых и советских исследователей. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь мы видим одну из популярнейших идей Советского Союза о том, что когда-то в Арктике можно будет свободно жить, свободно существовать. В художественном кинематографе эта идея активно разрабатывается, и герои, которые вот именно в момент фильма героически сражаются с арктической непогодой и проявляют вот этот вот подвиг, свои героические качества, для них именно такой целью в будущем служит то, что когда-то на этой земле будут жить их потомки, и что Арктика преобразится по сравнению с тем, что есть сейчас еще сильнее. Можно сказать, например, привести в пример фильм «Любить человека», где группа архитекторов разрабатывают как раз модели зданий для приарктических зон, и они рассматривают идею построения так называемых в фильме арктических пирамид, которые под своим куполом бы как раз создавали эти условия погодные, которые были бы приемлемы для жизни советских людей. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме вот этих основных стратегически важных направлений научных исследований, которые я перечислила в фильмах Советского Союза, также были показаны, были продемонстрированы активно, естественно, зоологи, биологи, географы, ученые, естественно, научной направленности. Фильмы про них связаны прежде всего с идеей вот такой мечты научной, то есть их ведет в Арктику, именно вот это их некая такая ароматизированная научная цель, мечта. Они находятся в поисках редких растений, животных, и это придает их исследованиям смысл. Также отдельно хочется сказать о демонстрации в художественном кинематографе медиков и вообще в целом медицинской науке в вопросе освоения Арктики, потому что это одна из тоже таких значимых тем для советского кинематографа. В первую очередь это, опять же, перекликается с вопросом о транспортной сети и том, как медицинским работникам приходилось адаптироваться к этим сложным условиям, и о том, что для врачей всегда каждый вызов был как подвиг, о том, как проводились операции по радиосвязи и о том, как на плавучих льдах медики добирались до соседней базы. Таким образом, хотелось бы сказать о том, что в советском кинематографе вообще тематика освоения Арктики, в том числе и научного освоения, она представлена достаточно широко. Существовали как фильмы и о конкретно исследователях Арктики, так и тема научного изучения и применения технологий. В Арктике идут и второстепенные линии во многих фильмах, но идея вот этого научного подвига человека, она прослеживается всегда в изучаемый период. И вот только к 90-м годам идея стала несколько трансформироваться, подход советских киноделов начал несколько критиковаться. и также всегда в этих фильмах мы можем проследить идею о том, что каждый, кто изучает Арктику, делает именно исторический вклад в развитие Арктики, и что каждый из этих людей хочет остаться в истории, как покоритель этих северных земель. У меня всё. Спасибо за внимание. Десятый слайд. Спасибо. Спасибо, Дарья Сергеевна. Так, да, вот я переключила. Есть ли вопросы к нашему докладчику? Вот у меня такой вопрос возник, а какой, может быть, вы бы выделили один либо несколько фильмов, вот самый сильный по эмоциональному воздействию, из тех, что вы рассмотрели в своём исследовании? Меня очень впечатлил фильм «Места тут тихие». Это фильм 1967 года. Он рассказывает о девушке-зимовщице, которая проводит свои рабочие будни на Арктической станции. И о том, что, в общем, основной посыл фильма в том, что она совершенно одна на многие километры, она находится в такой социальной изоляции, и её единственная обязанность — это записывать погодные координаты. и о том, как она пытается, ну, адаптироваться в этих условиях, потому что это совсем молодая девушка. И постепенно она приходит к тому, что она совершенно одна вот на этой изолированной станции и строит как бы свой аналог, что ли, советской власти, проводит первомайские демонстрации. И мне кажется, это как раз одна из основных вот идей советского фильма о том, что даже один человек может построить вот это вот, советскую власть, вот эту идею, даже в таком вот месте, как Арктика, где нет никого на многие километры. Хороший фильм о самоизоляции. Очень актуальный. Спасибо. Вот ещё одно интересное моё вот замечание сейчас буквально пришло во время вашего доклада. Вот этот диафильм 67-го года, он такой действительно был направлен на отдалённую перспективу, в отличие от тех статей, которые собирались и публиковали журналом «Техника молодёжи» в 2-й половине 30-х годов. Там вот серия статей таких достаточно фантастических, к учёным делались пожелания о том, чтобы они могли представить, как мы будем жить вот в недалёком будущем, вот максимум через 50 лет. То есть, в принципе, это можно было бы увидеть. А там фильм, по-моему, этот диафильм называется в 2017 году. Да, да. Его название. Спасибо. А вот ещё один твой вопрос, очень интересное у вас сообщение. Не смотрели ли вы, какие из этих советских фильмов демонстрировались в других странах? «Красная палатка», конечно же, понятно, это советско-итальянский фильм. Вот из других переводились, может быть, на соцстраны. Да, вообще, ну, для соцстран это типичная политика кинематографическая Советского Союза устраивать прокаты своих кинолент в соцстранах, в первую очередь. Фильм, ну, вот обыкновенная Арктика, фильм имел достаточно широкий прокат, и он для своего времени был достаточно неполитизирован, и из него была цитата как раз в моей презентации. Там речь именно шла о строительстве в Арктике и о тяготах, которые были связаны с этим строительством, и о том, что малейший просчёт архитекторов стоил там многим людям жизни, и о том, что каждый вот этот научный просчёт имел последствия в реальной жизни. Спасибо. Есть ли ещё вопросы, уважаемые коллеги? Нет, вопросов нет. Спасибо, пожалуйста, Дарья Сергеевна, ещё раз. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...